Добро пожаловать на всеми любимое телешоу «Испытание». Поприветствуем нашего первого участника, Нино! Итак, Нино, ты школьник и диджей. Это очень здорово. Смотри, что мы для тебя приготовили. Наказана за что? Сейчас я тебе напомню, Маринет. В понедельник утром прогуляла физкультуру. Я была в читальном зале. В пятницу вечером не была в читальном зале. Объяснить? Ты вечно не там, где должна быть, Маринет. А уследить мы за тобой можем только дома. Ты наказана. Но меня пригласили. Нино мой друг, и он очень на меня рассчитывает. Итак, зрители выбрали для тебя такое испытание. Заставить мэра Парижа Андреа Буржуа танцевать. Спасибо, что согласились поучаствовать, месье. Какие у Нино шансы? Никаких. Не люблю танцевать. Последний раз я танцевал, когда Мадонна еще не ходила в детский сад. Да, Нина твой друг. Но пока ты не прекратишь пропадать без причины, ты будешь сидеть дома. Отлично. Их можно понять. Они же не знают, что ты пропускаешь уроки, спасая мир. Наверное, всех сверхсекретных супергероев сажают под домашний арест. Хотя это и не честно. Согласна. Но если Нина победит, то на следующей неделе ты сможешь пойти на шоу. Да, но там сегодня Эдриан. Испытание. Интересная возможность. Телешоу, которое может подарить негативные эмоции. О, так и начинается разрушение. Серьезно? Как ты можешь так говорить, а-ля? Прости, но я понимаю твоего отца, Маринет. Тебя вечно нет там, где ты должна быть. Ты опаздываешь, внезапно исчезаешь. И я даже подозреваю, что у тебя двойная жизнь. Прекрати. Не смеши меня. Пожалуйста, ждите здесь. Спасибо. Все в порядке. Победа! Нина прошел испытание. Вы двигали головой в такт, мэр-буржуа. А это уже танец. Что? А как же так? У меня просто шея ныла. Вот и все. Это танец. Вы разминали шею под музыку. Нина, поздравляю тебя. Через неделю тебя ждет новое испытание. А теперь наш следующий участник. Приветствуем Симон Гребо. Молодец, друг. Месье Гребо, вы гипнотизер. С помощью карт вы погружаете людей в транс и получаете от них то, что нужно. Да, я гипнотизер, но не использую эту способность против людей. Что ж, ваше испытание, Симон. С помощью своих талантов привести капризную знаменитость на сцену нашей студии. Поприветствуйте король моды Габриэль Агрест. Что это еще за шутки? Меня попросили дать интервью. Друг, смотри. Итак, Гребо, посмотрим, сможете ли вы загипнотизировать нашего гостя, месье Агреста. Я же сказал, я не использую... Ха, гипнотизер-скромник. Это забавно, правда, Габриэль? Обхохочешься. Это шоу такое же жалкое, как и его участники. Мною управлять не получится. В этом весь мой отец. Сожалею, но месье Агрест отказался от испытания. Вы выбыли! Но как же так? Это же нечестно. Да, унижение и злость. Идеальная смесь для превращения неудачников в победителя. Лети, мой маленький Акума, и вселись в него! Деображник. Твое имя теперь гипнотизер. Я помогу тебе стать величайшим гипнотизером. Ну, а взамен гипнотизер, ты поможешь мне, когда придет время. Договорились? Мой ответ — да. Я говорю, что шоу еще не закончено. Кто это? Молчать. Симон говорит — ты жалок. Жалок, как шутка. Симон говорит — стой! Симон говорит, что ты — горилла! Маринет, смотри! Мне пора, Аля. Пока. Я тоже пойду. Сегодня я нянька. Тики, что же мне теперь делать? Я ведь наказана. Выбора нет. Нужно перевоплощаться. Только будем очень аккуратны. Положи подушку под покрывало. Отлично выглядит. Тики, давай! Ха! Габриэль Агрест не принял участие в моем испытании и поплатится за это. К вечеру он будет развлекать нас в этой телестудии. Габриэль, я иду за тобой! Нет! Рискованно, но у меня есть идея. Удачи тебе, гипнотизер. Суперкот говорит — прекрати и отдай мне карты! Горилла мигом с тобой справится. Симон говорит — разберись. Иногда я приземляюсь неудачно, но не сегодня. Мне нужна армия. Симон говорит — вы мои солдаты! Симон говорит — обыщите Париж и найдите Габриэля Агреста! Габриэля Агреста... Берегись! Мой сенсей учил меня, что... Размер не имеет значения! Леди Баг! О, привет, ты цел? Я-то да, но мой друг Эдриан до сих пор где-то здесь. Не переживай, мы его найдем. Жаль, что я бросил каратэ. О, привет, Леди Баг! Хватит уже! Кот-аклизм! Я тоже тебе рада, Супер-кот. О, прости. Я думал, это гипнотизер. Кстати, он успел собрать целую армию. Да, и ищет Габриэля Агреста. Надо добраться до него раньше, чем они. Супер-кот, ты сейчас перевоплотишься. Иди, а я поищу друга Нину. Не надо, его закипнотизировали. Я не брошу друга. Да, ты прав. Может, он спрятался. Тогда ищите его. Встретимся позже у Габриэля Агреста. Найти Адриана будет легко. Лак, прячься. Нину! И Адриан! Адриан! Ты как, не пострадал? Нет, вроде. Привет. Привет. Ты точно цел? Правда, не царапинки. Но надо скорее бежать ко мне домой. Мой отец в опасности. Вперед! Супер-кот ждет нас домой. Натали, где мой отец? Ему угрожает? Он уже в курсе. Добрый вечер, Леди Баг. Папа, тебе нужно уехать. За тобой охотится гипнотизер Симон. Он не подчинит меня своей воле. Это исключено. Но папа! Никто не знает, на что он способен. Иди в свою комнату. На сегодня приключений хватит. Натали, проследи за ними. Я должен извиниться за сына Леди Бакон, как и его мать любит преувеличивать. Я бы прислушалась к нему. Гипнотизер правда очень опасен. Вам нельзя оставаться тут. Нет, я в безопасности, если меня защищаешь ты. Уверен, что твой старик не робот, Эдриан. Когда речь об отце, я вообще ни в чем не уверен. Ха-ха! Я даже стадионы видел меньше, чем твоя комната. А я загляну в душ. Сейчас? Ну что сказать, привычки модели. Почему отец никогда меня не слушает? Покоти! Он безупречен, правда? Что? А что? Безу... что? Эдриан, мой сын. Он образец совершенства, верно? О, да, он идеален. Точнее, я ведь его не знаю, но похоже, да. Никогда прежде не замечал твоих сережек. Они очень необычные. Можно? Извините, Суперкот. Где ты ходишь? Я отвлекал нашего гипнотизера. И? Суперкот! Но надолго меня не хватило. Он здесь, и не один. Перекройте выходы! Они окружили особняк! Делайте, что говорят! Включите систему охраны! Активируйте защитный барьер! Защитный барьер активирован. Откуда ты знаешь про барьеры? В таком-то доме это данность. Они не пройдут. Теперь дом как крепость. Симон говорит, уничтожить! Включено аварийное питание. Их слишком много! Система защиты не справляется! Эдриан с Нино! Надо их увезти! Держи, Натали. Вот тебе пульт на случай, если надо будет открыть двери. Она пойдет с тобой. Я попытаюсь их остановить! Идите во внутренний двор! Здесь небезопасно! Мне никто не указ. Даже такой супергерой. Вам угрожает опасность, как и всем остальным! Оставьте свою гордость! Делайте, как я говорю! Вот это характер! Ты мне кое-кого напоминаешь. Зря ты это затеял, гипнотизер. Но здесь Габриэль! Да, но не забывай о сделке. Я чувствую, что Леди Баг и Супер Кот рядом. Когда они будут перед тобой, ты сможешь выполнить уговор. Забрать их талисманы, кольцо и серьги. Будет сделано! Гипнотизер разгроми ты! Леди Баг, что происходит? Уходим в безопасное место. А где Эдриан? Принимает душ. Сейчас? Он же модель. Уведите Нино во двор. Я дождусь Эдриана. Оставьте пульт управления мне. Эдриан! Эдриан! Эдриан? Да? Нам надо идти. Опасность близко. А можно я сначала оденусь? Ну, конечно. Хотя, может, и нет. Точнее, одевайся. Где мой сын? Сейчас придет. Он с Леди Баг. Хм. Это моя мама в 17 лет. Красавица, да? У нее твои глаза. Будь здесь. Ой, ну надо же. А что это такое было? Любовь на века, а? Ей надо помочь. Плак когти! Что? Опять? Есть! Они идут. Привет. Супер-кот! Да! Ну и бардак здесь. Добро пожаловать на шоу «Испытание». Я гипнотизер с собственной персоной. Итак, я выполнил условия задания. Привел Габриэля. Саймон говорит, что ты бабочка. Хоп-хоп. Хрылышки. Хрылышки мне бяк-бяк-бяк. Хоп-хоп-хоп. Надо спасти мессия Агреста. Завтра бабочка тебя уже не будет. А Кума наверняка внутри одной из карт. Но в какой? В колоде их много. Леди Баг, Супер-кот! Вы спасете его, если отдадите мне свои талисманы. Даже не мечтай. Супер-шант! Это что, йо-йо? Ну, у тебя же есть волшебное. Разберемся. Симон говорит, йо-йо бесполезно. Симон говорит, твой шест. Бесполезен? Это вряд ли. Я не дам тебе вставить не словечко. Симон говорит... Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слышали, неважно, слышишь ты меня или нет, главное, что Симон говорит. А Симон говорит, снимите талисманы и отдайте их мне. Симон говорит, теперь ты самолёт. Симон говорит, теперь ты самолёт. Он побежал на крышу. Его надо остановить. Это наш последний шанс поймать Акуму, и одна я не справлюсь. Если освободим гипнотизёра, мы освободим и месье Агреста. Тогда не будем терять ни минуты. Вы решили победить меня игрушкой? Симон говорит, всё кончено. Подыграй мне. Симон говорит... Котоклизм! Не может быть! Я сделал игрушку бесполезной! Вот эту да, а вот эту нет. Чудесная Леди Баг! Моё йо-йо-йо! Больше ты не сможешь творить зло Акума. Пора их знать, демона! Попался! Пока, маленькая бабочка. Получилось! Боюсь, ваш полёт отменили, месье. Думаете, Леди Баг? Я вас понимаю. Суперкот-кольцо! Тебе пора идти. Кот не в своей тарелке с молоком. До скорой встречи, месье Агрест. Иври! Моя леди! Тебе пора идти. Не замечал у тебя этого кольца. А? А ты не только его, ты и меня не замечаешь. Я рад, что всё так разрешилось. Добро пожаловать на всеми любимое телешоу «Испытание». На прошлой неделе наш крутой друг диджей Нина прошёл конкурс. Поприветствуем его снова. Выходи, диджей Нина! Ты всю неделю не прогуливала и не опаздывала. Ты молодчина, Маринет. Теперь ты можешь пойти к своим друзьям на шоу. Я лучше посмотрю дома с вами. Если вы с мамой не возражаете. Сегодня испытание сложнее, Нина. Тебе придётся заставить танцевать двух знаменитостей, а не одну. Однако теперь ты можешь выбрать их сам. Это проще простого. Я выберу друзей, которые никогда меня не подведут. Леди Баг и Супер Кота. С другой стороны, я устала. Пойду спать. Не хочу опоздать завтра в школу. Я ведь уже к этому так привыкла. Расскажете потом? Да. Конечно. Иногда я совсем не понимаю нашу дочь. О, не сердись на неё. Нет ничего важнее, чем не проспать в школу. Готов, пап? Конечно, готов. Можем идти. Желаю вам удачного урока профориентации. Мой день начинается в 4 часа утра, потому что булочная открывается в 7. Может показаться, что работа пекаря полна рутины. Одинаковые булочки, торты, пирожные. Но на самом деле каждый день есть что-то новое. Сегодня могут заказать торт в виде эфелевой башни. Это автоответчик Габриэла Агреста. Оставьте сообщение. Привет, пап. Это я. Сегодня урок профориентации. Не забыл? Я надеюсь, что ты всё-таки приедешь. Перезвони. Ничего только и не бывает. Всё хорошо, а? Да, нормально. Как всегда. А сейчас Маринет раздаст вам круассаны, испечённые сегодня утром. Спасибо, месье Дюпен. А теперь познакомимся с мамой Али, шеф-поваром отеля Гран-Пари, который принадлежит нашему мэру месье Буржуа. Как очаровательно. Руками не трогать. Хлоя, убери. Этот браслет не игрушка. Интересно, сколько круассанов нужно продать, чтобы купить такой браслет? О чём это я? Придётся продать всю булочную? Если ты так богата, значит, круассанами тебя угощать не обязательно. Зависть. Ух ты, Камамбер! Это не Камамбер, но что-то блестящее мне нравится. К сожалению, я не могу вас нечем угостить, но, может, месье Буржуа пригласит вас в отель на званный обед. Ха-ха-ха. Кашан, хоть один день проходит без того, чтобы ты не упала. Следующий отец Сабрины. Полицейский. Инспектор Роджер. Я работаю в полиции 15 лет и твёрдо верю в то, что каждый человек невиновен, если не доказать обратное. Мой браслет! Он пропал! Он только что был тут! Ты! Ты его стащила! Что? Да что ты такое говоришь? Ты специально опрокинула мою сумочку, чтобы стянуть мой браслет! Вы полицейский! Полистуйте её! Моя дочь не воровка! Подождите, мадмуазель Буржуа, нельзя обвинять без доказательств. Пожалуйста, давайте успокоимся. Может, вы забыли, куда положили браслет? Обвиняете меня во вранье, папа! Роджер, я приказываю обыскать эту девочку! Не надо горячиться! Не забывайтесь, инспектор! Я же мэр этого города, а значит, ваш начальник! Но, сэр, я не могу! Это противозаконно! Значит, вы больше не служите в полиции! Как? Вы же это несерьёзно! И это всё из-за браслета? Из-за пропавшего браслета, если быть точным! Вы некомпетентны и вы уволены! Уходите! А давайте вызовем Леди Баг! Уж она наверняка во всём разберётся! Отношения отцов и детей могут быть далеки от идеала И они бездомный источник волнений и стрессов А когда нет закона и порядка, остаётся только хаос Лети, мой маленький, злобный Акума И вселись в этого полицейского! Он хотел, чтобы я нарушил закон Но это же просто произвол! Полицейский Роджер, моё имя Бражник Этому городу нужен настоящий борец за справедливость И теперь им станешь ты! Так точно! Уничтожь Леди Баг и Супер Кота! Только тогда правосудие свершится! Отними у Леди Баг и Супер Кота их талисманы! И это далеко не просьба! Я всё понял! Супер Кот и Леди Баг будут бессильны против меня! В Париже воцарится порядок! И даже не смейте подходить к моей дочери! Да вы хоть знаете, кто я! Прошу, господа! Мы же находимся в школе! Вспомните о детях! Браслет наверняка находится где-то здесь! Скорее всего, он просто выкатился из её сумки! Будь я на месте браслета, я бы тоже попыталась удрать от этой избалованной снобки! Эй! Нино всё это время снимал нас на телефон! Давайте посмотрим, что же случилось! А сейчас Маринет раздаст вам круассаны из печи! Ну вот, пожалуйста! Браслет был у Сабрины! Видите? Да! Но я сразу отдала его хозяйке! Хлоя, а посмотри-ка в сумочке своей лучшей подруги! Хм! Хочешь сказать, я воришка? Нет! Это Хлоя называют людей ворами бездоказательно! А я делаю выводы по видеозаписи! Да, я сделал набросок браслета, но я его не трогал! Вы арестованы! Я? За что? Вы бросили мусор на тротуар и перешли дорогу на красный свет! Может и так, но вы не можете меня арестовать! Да кто вы вообще такой? Вы не похожи на полицейского! Я приказываю вам убрать мусор! Следующая цель – добиться справедливости от мэра-боржуа! Мне нужна запись твоего телефона! Отдай! Ни за что! Это мой телефон! Ты понимаешь, с кем говоришь! Я мэр этого города! Где директор школы? Я хочу поговорить с директором! Я не стану пересказывать эту историю! Это длинно и скучно! Нет, ты все объяснишь мне прямо сейчас! Ты вообще понимаешь, во что ты нас втянул? Я избавился от своей проблемы! У меня теперь стальной пресс! Спасибо, что заметил! Зато у нас теперь проблем по горлам! Простите! Вам сюда нельзя! Я хожу, где хочу и когда хочу! Я – это закон! Но за порядком здесь лежу я! Вы обвиняйтесь в препятствовании правосудию! Я приказываю вам сдаться! Стойте! Что вы делаете? Прекратите немедленно! Почему я не могу перевоплотиться? Тогда браслет засосет вместе со мной! Это может исказить твои силы! Совсем скоро Леди Баг и Супер Кота ждет поражение! Видишь, Хлоя, я споткнулась о сумку, браслет держала Сабрина, а Натаниэль зарисовал его, подозревать можно всех нас! Маринет, на что ты намекаешь? Я не крал браслет! Я тоже его не брала, но Хлоя так переживает за свою безделушку, что готова обвинить всех! Что ж, раз ты под подозрением, то позволь мне тебя обыскать! Идет, но тогда ты обыщешь, и вещи всех остальных тоже! Я свой рюкзак никому не дам! Маринет, взрослые сами разберутся! Папа, она оклеветала меня, я лишь защищаю свою честь! А заодно обвиняешь своих друзей, как Хлоя обвинила тебя! Я лучшая подруга Хлои, я бы ее не обокрала! Может, это Эдриан? Между прочим, он минимум 4 секунды был на видео! Так, и где он сейчас? Нет, это не Эдриан! То есть, ну, зачем ему красть этот браслет? Если уж и подозревать, то кого-то из нас! Что? Ты обвиняешь нас? Требую адвоката! Маринет, хватит уже! Надо и родителей обыскать! Где найти мэра? Папа! Это твой отец? Добрый день, чем могу помочь? Мне нужен мэр! Он уже ушел, месье! Вы мне врете? Да, точнее, нет! Если никто не ответит, я вас всех арестую! Где твой отец? Я не знаю! Господин Директор, я требую, чтобы вы немедленно выяснили, кто украл браслет моей дочери! Иначе вы лишитесь должности! С моей дочерью нельзя... Я просто пыталась защититься! Папа оказался прав. В итоге я обвинила в воровстве всех остальных. Я думаю, Тики, никто из нас его не брал. Не уверена, ты во всем разберешься. А для этого мне пора перевоплощаться! Тики, давай! Я думал, это коробка с камамбером. Каждый может ошибиться. Плак, ты всегда думаешь только о еде. Стойко! Немного перца. Будь здоров! Плак, копти! Предупреждаю вас, если вы до вечера не найдете браслет моей дочери, я урежу финансирование бюджета школы. Но, месье, как же я... Вас что, не учили стучаться перед тем, как войти? Правосудие не ждет приглашений. Мэр, вы арестованы за превышение полномочий. Да, кто бы говорил! Леди Баг, у Парижа теперь новый герой. Твои услуги больше не требуются. Я не позволю вам обвинять всех подряд. Это неправильно! Полицейский, Роджер! Помогите мне! Став, вернись! Ты препятствуешь правосудию, Суперкот, и ты за это ответишь. Добавьте к обвинениям сопротивление! Послушайте, вы отец Сабрины и хороший полицейский, а эти способности вы получили от злодея. Не поддавайтесь его влиянию. Не слушай эту фрунишку, забери ее талисман, он принадлежит мне. Правосудие восторжествует на улицах Парижа. Мэр должен ответить за то, что уволил лучшего сотрудника полиции. Полицейский, Роджер, у меня серьезная проблема. Даже хуже плохой прически. Садитесь в машину и все расскажете. Хорошо. Хвой, нет! Ну что, ты скучал по мне? Вот, я точно уверена в том, что мой браслет украла Маринет. Ее надо арестовать. Ах, ты пилот включил. Я не поняла, вы меня слушаете или нет? Спасибо, что подхватила, милая. Эй, вы что делаете? А машину кто будет везти? Спасибо за то, что подвезли. Где он взял такие ботинки? От таких бы я не отказался. Держи меня! Не-а-а! Няди Баг! Что ты наделал? А теперь забери талисман. Его кольцо! Самое время поплавать! Да уж, я ради тебя готов даже на голове стоять. Не за что. За тобой должок. Без вопросов, но все лавры мои. Лимузин мэра обнаружен. За ним все равно нет смысла бегать. Мы его теперь уже не догоним. Да, но ему нужен мэр. А значит, он поедет прямиком в мэрию. У нас есть план? Пойдем. Пришлите все полицейские патрули. Это приказ, а не просьба. Мэр-буржуа, вы отстраняетесь. Сложите свои полномочия. Ни за что. Это не заставит меня передумать. Значит, это заставит. Не смей даже пальцем тронуть мою девочку. И что же вы мне сделаете? У Парижа появился новый герой. Это полицейский Роджер. И я с радостью передаю ему все свои полномочия. Теперь вы все в его власть. Леди Баг и Супер Кот объявляются вне закона. Их нужно выследить и немедленно заключить под стражу. Значит, теперь мы опасные преступники. А ведь мы ничего не сделали. Именно. Нельзя обвинять без доказательств. Мы должны оправдать свое честное имя. Пока закон представляет Роджер, это невозможно. Сколько раз мы спасали Париж? И мы до сих пор его спасаем. Почему-то в Париже всегда хочется танцевать. Мне захочется, когда я с тобой расправлюсь, арестовать. Может, все-таки потанцуем? Ну же, Леди Баг, вперед! Леди Баг, правосудие должно свершиться. Вы смешали правосудие с местью, полицейский Роджер. Супершан! Прихватка? И что с ней прикажете делать? Восхитительно! Это просто восхитительно! На этом, пожалуй, все, как говорят в театре Зенес. Схватите Леди Баг и Супер Катат. Моя прическа! Довольно пустой пальбы, полицейский Роджер. Самое время конфисковать талисманы! А Кума наверняка в его свистке. Надо добраться до него. Как? Надеюсь, вы готовы, миледи? Кажется, у меня есть идея, но мне нужно что-то вроде кольца. Где мне раздобыть кольцо? Леди Баг, смотри! Это тот самый браслет? То, что мне и было нужно. Отвлекай Роджера, сколько сможешь. Любой твой каприз. Кратаклизм! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а! А-а-а! Вот и попался. Больше ты не сможешь творить зло, Акума. Пора искать демона! Попался! Пока, маленькая бабочка. Чудесная леди-бам! А-а-а! Ха-ха! А-а-а! А-а-а! Ха-ха! А-а-а! Как я тут оказался? Получилось! Как и хотел полицейский Роджер, правосудие торжествует на улицах Парижа. Я бы остался, но если ты увидишь меня без маски, тогда ты точно не устоишь. Это вряд ли. Однако, поверю тебе на слово. Может, тебе и удалось улицнуть, леди-баг. Но придет день, и мир падет у моих ног. А вас, супер-котом, никто не вспомнит! Кажется, это принадлежит вам, мисс. Моя сумка! Мой! Мой браслет! Откуда? Роджер, ты нашел наш браслет! Видимо, он все это время был в сумке вашей дочери. Наверное, закатился в карман, когда та девочка споткнулась о сумку. Роджер, прости меня за то, что я обвинил тебя и уволил безо всякой весомой на то причины. Я думаю, инспектор Роджер доказал вам свою преданность, мистер Мэр. Вы должны его вернуть. Конечно, леди-баг. Ты абсолютно права. И, кстати, теперь вы лейтенант Роджер. Спасибо, мистер Мэр. Я горжусь, что служу закону. Я обещаю всегда соблюдать главное правило. Человек невиновен, если не доказано обратное. Отлично. Мы все получили урок. Верно, Хлоя? Да, папочка. Получила урок. Дорогой дневник. Представляешь, энергия талисмана была на исходе. Еще мгновение, и я раскрыла бы супер-коту свою личность. Слушай, Маринет, разве ты не должна была встретиться в школе Салии на исходе вашего доклада? Ну вот, я опоздала опять. Что это за звук? Прячься, Тики. Давай, Макс. Давай. Я же говорил, назад. Что происходит, Аля? Отбор на парижский турнир по ультимейтам Эко-Страйк-3. От школы отправят двоих, набравших больше очков. Вообще-то, по сути, сейчас определяется только напарник для Макса. Почему для Макса? Потому что он непобедим. Просто высший пилотаж. У него больше всего УВМ. УВМ? Ударов в минуту. Он просто живет этой игрой. Идет тренировок, и он на турнире. Так, давай. Теперь Эдриан ведет. Как же так, Макс? Молодец. Молодчина. Из нас выйдет отличная команда. Если я правильно поняла, тот, кто сможет побить рекордный счет Макса, отправится на турнир вместе с Эдрианом? Никто не побьет Макса, или точнее Макса с Эдрианом. Они лучшие. Супер-команда школы. Не воображай, будто я не вижу, что ты задумала. Только представь, Аля, я в команде с Эдрианом. Ты что, спятила подруга? На турнире важно отстоять честь нашей школы, а не обнимашки и целовашки. Это серьезное дело. Но правда, Аля, думаешь, меня это остановит? Что ж, у нас определились два чемпиона, которые... Подождите. А можно мне попробовать? Библиотека закрывается через пять минут, однако... Катастрофа. Это его джойстик. Это невозможно ей не выиграть. Ну, или у игрока просто должна быть сильная мотивация. Павел элементарный. Твой робот пытается победить другого и... После каждой победы ты забираешь его силу и получаешь очки, на которые улучшаешь оружие. Кажется, я в курсе. Спасибо большое. Должен признаться, ты хорошо владеешь предметом. Посмотрим, обойдешь ли ты меня. Да, сейчас посмотрим. Ха, бестолычи. Как вообще можно сидеть столько перед телевизором? Ну, а уж и не говори. Давай, Макс, у тебя получится. Бой! Теперь полобороза с удара ногой и летящий гиперштон. Тройная комбинация в стиле маринад. Вот так. Ура! Я выиграла. Что? Этого не может быть. Она победила? Победила? Да, она его в порошок стерла. Да, да, да. Король, да, 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 Рона. Конец игры. Макс, ну как же так? Я принимаю поражение. Я оставляю свои позиции в турнире. Поздравляю тебя, Маринет. И тебя, Эдриан. Макс, стой! Все нормально. Это был честный бой. Если позволите, я хочу побыть один. Итак, Маринет, Дюпен Чен и Эдриан Ахрест будут представлять школу Франсуа Дюпона на парижском турнире по Ultimate Mecha Strike 3. Ну что, надо будет потренироваться с новой напарницей. До встречи. Встречи. Да. Ты обязана выиграть. Ты будешь представлять школу, а не проводить время с Эдрианом. А, с Эдрианом. О, нет. Это балаган. Самый настоящий балаган. О, соперничество. Вам это понравится, мои маленькие акумы. Где победитель? Тут же и проигравший. Влети, мой маленький акума, и вселись в него. Это я должен был попасть на турнир. Я и никто другой. Я так старался. Это не честно. Игрок, я Бражник. Я помогу тебе выиграть главный турнир в жизни. Но и ты тоже будешь должен привести меня к победе. Ну, конечно, Бражник. Я в игре. Теперь все узнают лучшего игрока в Париже. Тренировка с Эдрианом. С Эдрианом? Если ты хотела встретиться с Эдрианом, есть и другие способы. К чему ты клонишь? Ты же знаешь, как Макс хотел попасть на турнир. Ким сказал, что он тренировался целый год. Ты права. А я думала только об Эдриане. Эй, Эдриан придет ко мне? Эдриан придет ко мне домой? Нет, это же полная катастрофа. Надо срочно прибраться в комнате. Вот именно об этом я тебе и говорю. Не может этого быть. Успокойся, Маринет. Время есть. Он же не прямо сейчас придет. Я и Маринет вышли в финал парижского турнира по Ultimate Mecha Strike 3. Надо же. У нее были хорошие учителя. Стиль дома. Кия. Маринет не рассказывала нам о турнире. Это выяснилось сегодня. Значит, вы в паре, да? Неудивительно, что Маринет так много о тебе говорит. Мам. Пойдем, Эдриан. Рад был познакомиться. Игрок, пора выйти на следующий уровень и показать, что ты лучший. Сейчас самое время. Извини. Лен, бери ты. Я возьму другой. Родители, у тебя что надо? О, да, точно. Но иногда... Что иногда? У вас все хорошо. Я подумал, вдруг вы захотите подкрепиться. Нет, спасибо, папа. Мы заняты. Ну, может, вам дать пару советов? Ну, там, типа, папин стиль. Да, но не сейчас, папа. Иногда родители такие назойливые. А о чем это мой? Я выхожу на второй уровень. Я бесспорно играю лучше всех. Меня вам не победить. Блестяще. Ух ты, благодаря тебе мы выиграли снова. Да, мы вместе. Мы? Вообще-то это все ты. Ты потрясающая, Маринет. Вообще-то я тебе даже не нужен. Я никто в сравнении с тобой. Нет, нет, нет. Я... Нет, ты тоже молодец. Это я бездарно. Точнее, мне просто везет, наверное. Кто хочет печенье прямо из духовки? Папа, у нас тренировка. Вообще-то, знаешь, у меня есть секрет. Вот залог моих побед. Ты что, издеваешься? А ты попробуй сыграть с ним. Может, съедите пирог с семгой и шпинатом? Расскажите, как получилось. Маринет, почему бы нам правда не поесть? Простите, пожалуйста. С моими родителями просто невозможно сосредоточиться. Ничего. Твой отец печет отличные пироги. О, я... да. Ну что, вернемся? Продолжим. Скажи, что это просто представление перед турниром. Так-так, Маринет. Ну что, посмотрим, кто победит? Не очень-то похоже на представление. Берегись! Скорее бежим отсюда. Конец игры, Маринет. Откуда он узнает мое имя? Макс! Он и правда сильно хотел попасть на тот турнир. Пора перевоплощаться. Благофи! Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. А? Конец игры. Еще нет. Появился новый участник. Супер Кот, эй, я здесь Я слышал, чемпионка видеоигр чуть не победил финальный босс Как бы там ни было, это не дает ему право ходить и поглощать всех подряд Постой, Супер Кот, мой друг Эдриан остался в парке, он в опасности Его надо спасти Не переживай, ему ничего не угрожает Поверь мне, а ты будь здесь и сиди тихо Увидишь, Супер Кот всех спасет Прыжок с тройным переворотом Позер каких поискать Если где и надо выиграть, то в этой игре Вперед! Сики, давай! Ха! Убегайте отсюда! Так можно дальше! Что? Скорее! Эй, консервант, я здесь! Судя по моим данным, твоя система вот-вот развалится Это ты развалишься, робот! Это оживший робот из Ultimate Mega Strike! Я в курсе, и он почти на третьем уровне А всего уровней четыре Стой, ты знаешь эту игру? Да, конечно! Видишь, мы с тобой идеальная пара Похоже, теперь наши проблемы стали покрупнее Третий уровень! Если хочешь стать самым сильным роботом на Земле Ты должен достать талисманы Леди Баг и Супер Кота Вот именно тогда и будет конец игры Я достану эти талисманы! Надо увезти его отсюда, пока он не разгромил весь Париж! Фестиваль видеоигр? На стадион! Где этот Гранила? Испытай на нем силу Котоклизма! Может, он не устоит? В эту игру могут играть и двое! Котоклизм! Ты молодчина, Супер Кот! В стиле Супер Кота! Я! Это его силы! Ты попался, игрок! О правилах помните? Я сохранил последний уровень! Загрузка! Вот только не это! Он опять вернулся! Да, но ты видел, как он нажал кнопку на очках? Наверняка, Акома в кнопке! Ха! Мы на новом уровне! Ладно, но у меня осталось всего несколько минут! Я управляю, ты стреляй! А почему ты будешь управлять? Можем монетку бросить! Убедила? Ты управляй, а я стреляю! Берегись, он атакует нас! Не зарывайся! Фирменный хук! Второй раунд, игрок! Сбера ракеты! Силовое поле, Супер Кот! Понял! Силовое поле активировано! Кота, меч! Фирменный хук! Фирменный хук! Фирменный хук! Фирменный хук! Игрок слишком силен! Он пробил силовое поле! Мы справимся и без него! Леди-бомбы! Лазерная стена! Леди-битер! Удар! Гроб и молния! Он отражает все наши атаки! Берегись, Леди-бомб! Огонь! Сегодня победителем стану я! Кот-агент! Я самый сильный игрок в мире! Мы не победим его, пока не поймаем! Ударим посильнее и заклиним систему! Танцу-кошка! Кот-агент! Разрушитель! Шори-бан! Кот-агент! Надо пробраться к нему в кабину! Вперед! Делай, как знаешь! Прими управление, Супер-кот! Я сейчас! Куда же ты? Подожди! Сразимся вдвоем, игрок! Что, Аня? Супер-шан! Граффити, краска, спрей? А что рисовать-то? Точно! Тебе это срок не сойдет! Игра окончена, игрок! Для тебя тоже акума! Пора изгнать демона! Попался! Пока, маленькая бабочка! Чудесная Леди Пак! Что я тут делаю? Получилось! Какое жалкое высокомерие! Вашу судьбу определил тот момент, когда вы решили со мной тягаться! Эта игра еще не закончена! И помните, вам нужно побить лучший результат! Двести сорок пять тысяч баллов! Итак, игроки, берите джойстики и вперед! Ты так старалась попасть в команду, а теперь хочешь отказаться? Мне просто очень жалко Макса! И это было бы неправильно! А? Ты поступаешь по совести, но не каждый день можно сыграть в одной команде с Эдрианом! Макс, я долго думала и... А теперь представители школы Франсуа Дюпона! Вот! И я думаю, что играть должен ты! Что? Спокойно! Я люблю игры! Но это не совсем мое! Это твое! И твой турнир, Макс! Не хочу лишать тебя шанса! Друг, решай скорее! Вас уже все ждут! На, держи! Как тебя благодарить? Просто выиграй турнир! С ней! Иди, Маринет, ты в страз лучше меня! Ты должна быть в команде! Выиграйте турнир для школы! У вас получится! Решайте уже! Вас уже все заждались! Но... Нет, я... Только с тобой... Ваши смена! Завоюем солото! Продолжение следуетab! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин